Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов С вами Народный Батюшка И я пока выстраивал кадр Заметил, что я теперь Между красными и белыми розами нахожусь Вы можете найти ролик, где я вам рассказываю Что красные розы символизируют кровь Христову А белые розы символизируют дух Христов И поэтому они в этом значении очень часто применялись В обозначении рода, особенно царского Если вы еще раз посмотрите мой ролик То вы увидите, что последняя царская семья Предпочитала розы Царица белая, а царь красная И поэтому те, кто следит за этой символикой Предполагают, что царь знал о своей участи И поэтому не сопротивлялся ей А принял это как должно быть Должно быть И это очень интересное Кстати, состояние человека Которое в Евангелии указано Как одно из самых главных Ну, в Евангелии от Матфея Глава, по-моему, 24-й там есть Еще и апостол объясняет Что всему тому, что вы видите И воинам, которые вы наблюдаете Должно быть Не пугайтесь Говорится в нашем учении И святые отцы Иоанн Златоустый Василий Великий Многие обсуждают И рассуждая на эту тему Говорят о том, как достичь Вот этого состояния И что не пугайтесь Не пугайтесь Сейчас, на мой взгляд, это очень актуально Потому что то, что мы с вами Видим в миру происходящем Оно все направлено на то Чтобы мы поимели страх Вот эта пандемия А тут какие-то корабли ходят И нас пугают войной Что вот она должна быть, эта война Вот-вот случится пандемия Вот-вот всех уничтожит О последнем вирусе Который сейчас штамп якобы начал распространяться Об индийском вирусе Говорят о том, что он практически не лечится То есть, если те, кто привился И болеют легче Сами болеют Своя иммунная система работает А лекарство вроде уже и не работает Так вот, сегодня прошло сообщение Что в Индии еще один штамп появился Который вообще ничем не лечится Не останавливается ни вакцинами, ничем И что мы видим? Мы видим, можно так сказать, войну с небес То есть, вирусы Мы видим войну миров То есть, всякие страны между собой собираются воевать И на самом деле, война-то уже идет Она информационно идет То, что дойдет до горячей, как говорится, стадии Мы сейчас еще знаем или не знаем Еще неизвестно Уж сильно хочется им, чтобы дошло Потому что войны правителям мира Некоторым, будем так говорить, правителям Очень выгодны Во-первых, деньги тратятся на вооружение Во-вторых, можно списать все, что хочешь под эту войну Все свои грехи, значит, и все остальное В-третьих, можно народ в руки взять И что хочешь с ним делать И мы с вами знаем, что если мы даже Ладно, не будем трогать эту тему Как же обезопасить себя От этого страха войны И от этого страха Тех событий, которые У нас происходят Иоанн Златоустый говорит очень просто Хотя естественным образом Мы не способны Вот взять себя и успокоить Что мы будем неприкосновенны Нас это не тронет Мы защищены Как вот я живя, например, в Пистяках Что могу сказать? Ко мне бомбы не прилетят Зачем бомбить Пистяки Если есть промышленные города В которые действительно нужно что-то разрушить И действительно там что-то уничтожить Ну, у нас, правда, близко Нижний Новгород Там или еще где Делают очень много всякого вооружения Туда-то, может быть, что-то и прилетит А бомбы как? Зачем в Пистяках бомбы? Меня пришибить? Я не думаю, что кому-то это нужно Вирус Вирус тоже вот Он там, где большие сообщества Если мы посмотрим На количество заболевших к общему числу Граждан, проживающих где-то То село-то ведь на самом деле Очень идет Благополучно На селе-то Гораздо меньше Заболеваемость Хотя Как сказать В Москве столько миллионов Что когда называют цифру Сколько сегодня заболело В общем-то Это Если в Москве там 13 Ивановских областей То В общем Все равно Здесь больше пространства Больше воздуха Меньше контакт И вирус нам тоже менее страшный Поэтому я что Не должен бояться того Что будут войны там Или вирус начнет губить всех Подряд Нет Не поэтому Потому что По-любому Любая вот эта горячая война Упадет ли на Нижний Новгород Упадет ли На Москву Не знаю зачем Упадет на Иваново Ну Если упадет туда ракета Или что-то случится Мне все равно будет нехорошо Больше того Я вас уверяю Вот смотрите Вторая мировая Отечественная война Давайте Вторая мировая Или Отечественная война По Количеству Погибших На душу Населения В пистяках Превышен Как говорится Вот Норма Не норма Какая тут норма Подождите Сейчас Сформулирую В общем Погибло На душу Населения В пистяках Мужчин Народу В два раза Больше чем Иваново И в несколько раз Больше чем Так Подождите Да-да И в несколько раз Больше чем В Москве Что это я Вдруг Почему Уйдя вот На фронт Здесь В то время Было Сейчас я вспомню Сколько В районе Было По-моему Ну Ставят разные Цифры До 50 тысяч Населения А официально Погибших Две с половиной Тысячи Населения То есть Полпроцента Так вот В других городах Где в больших городах Процент меньше Объясняется это тем Что Из маленьких городов Брали В Пехоту На Самые передовые Линии А из больших городов Брали туда Куда Значит Поинтеллектуальнее Нужны были люди Ну так вот Мне объясняли Я С кем-то разговариваю Как так На душу Населения В Пестяках Больше гибель Чем в Иваново В два раза Как это так А вот так Вот Наших всех В окопы А там Общая продолжительность Жизни Средние 20 минут По-моему Такая Была Так как мне не бояться Если начнется Горячая война Как мне не переживать За своих Пестяковцев Правда Сейчас мы тут В основном Пенсионеры У нас тут И брать-то На войну Почти некого Но тем не менее Никого Это Горячая война Если она Случится Или Вирусная война Если она Ещё не идёт А будет ещё Более Жестокой Чем сейчас Не оставит В радости И веселье В общем Счастья-то Мы не останемся Поэтому Надеяться на то Что меня Обойдёт Да меня Не достанет Ко мне Не прилипнет Как мне встретился Один Значит В выпившем состоянии И сам же Меня и спрашивает Чё ты батушка Привился что ли Я говорю А ты А ко мне Не пристанет У алкоголиков Часто такая Значит Идея Что к ним Зараза Не пристанет Хотя Многие из них Сами Живут С такими Заразами Они просто Не изучают Этот вопрос Так как же Предлагает Иоанн Златоуст Решить Эту проблему Что мы видим Что войны Где-то уже идут Что беды Какие-то уже Вирусные Приблизились Что гибнут Люди От этого уже Как Там есть очень Интересное Такое Окончание Того Что Не бойтесь Говорит Господь Этому Этому Должно Быти Этому Должно Быти То есть Это должно Произойти И это Происходит Как объясняет Иоанн Златоуст По Присмотрам Или По промыслу Божьим И это Проявление Той Злобы Того Греха Того Значит Состояния Человеческое Которое В человеке Присутствует От отношения С лукавой Прежде чем Войти На войну Ну вот На захватническую На убийственную Пишет Григорий Двое слов По-моему У человека Умирает душа От грехов Его И вот С этой Мертвой душой Он Уже Знает Что Ему Должно Умереть И телом То есть Ему Не страшно Умирать Телом С мертвой Душой И Убить Кого-то С мертвой Душой Ему Совершенно Не страшно И Абсолютно Безразличие Абсолютное Безразличие Мы вчера С матушкой В очередной Раз Пересмотрели Киндзадза Я не знаю Какой я Раз смотрю Этот фильм Наверное Двадцатый Или не знаю Какой Гениальнейший Фильм Удивительный Фильм Я не знаю Каким способом Но Мне кажется Вот такой Промысел Божий Был На этом Режиссере Сценаристе И На актерах Которые Показали Общество Абсолютно Бездуховное Общество Наполненное Психопатами То есть Что такое Психопат Он не чувствует Другого Он Ему Все равно Общество Лишенное Культуры И эстетики То есть У них Все неэстетично Все Противно Все Вот Одежда Их изделия Их Поведение Оно Оно Не имеет Никакой Ни эстетики Ни культуры Но Самое Главное Это Общество Мертвых Душ Вот Они В Погоне ЗКЦ Готовы Все что Хочешь Сделать Они готовы Уничтожить Друг друга Только потому Что они Маячили Над Нашей головой Или мы Маячили Над их Головой Помните Там Планета Уничтоженная А почему Это А потом Они вас Уничтожили Потому что Мы их Не успели А за что А потому что Маячили Над головой Вот И все При этом Показывается И другое Общество Где Вроде как Бирай Где Они берегут Каждой Растенице Как это Там Сопровождающий Говорит Будьте Повнимательнее Вы уже На третий Росток Наступили При этом Она говорит А этим Хорошо В горшках Потому что Они Заражены Страстями Общество Где есть Правила Общество Где есть Такие Отношения Но Бездушные С мертвыми Душами И Не эмоциональные И У нас В какой-то степени Все это проявляется Гротесный Такой вот Вариант Но Этому Должно Быти Потому что В этом Проявляется Наша Греховность Если Если С вами С умом Видим Это И Рассуждаем И Не боимся Этого Потому что Страх Лишает Человека Разума Это Однозначно Это Не надо Как говорится К гадалке Ходить И это Везде Всеми Описано Что Если У вас Есть Страх У вас Нет Разума Вас Тогда Может Любой Куда Хочешь Завести Любой Что Хочешь С вами Сделать Так вот Преодолеть Этот Страх Можно Только Одним Что Этому Должно Быти Как Скажете Вы Там же Люди Гибнут Ну Должно Быти Я не могу Объяснить Весь Промысел Божий Потому что И Замысел Божий Потому что Я не Бог Я могу Вам Поэтому Я вам Объясняю Что Этому Должно Быти К этому Относиться Нужно Спокойно И Видимо Царь Николай Второй Может быть После того Как он В Дивееву Услышал Предсказание О том Что С ним Будет И с его Семьей Будет Может быть Каким-то Другим Промыслом Потому что Ему И Григорий Распутин Говорил Что Если Этим Путем Пойти То Может Такое Случиться И Предсказание Серафима Саровского Было Уже Известно Что Через Сто лет После Него Будет Вот Такое На Руси Поэтому Я не знаю Что Являлось Его Промыслом Но Если Царица Придерживалась Белой Розы В духе Христовом Свою Жизнь Пыталась Осуществить То Царь Красную Розу Предпочитал Понимая Что Кровь Христова Видимо Должно Быть И На Нем И На Нем Поэтому Не бойтесь Не бойтесь Можете Еще раз Взять Эту фразу Перечитать Толкование Перечитать И Успокаивайтесь Потому Что Это Что-то Невероятное Вот Казалось Бы Люди Верующие И У меня Вот Есть Те Которые Годами Там Все Были Я их Уважал За то Что Они Верующие Какие-то Паломческие Поездки Какие-то Скидывают Фотографии Из того Как съездили Еще что-то Тексты Какие-то И Вдруг Сегодня От одной Вот из Такой Натальи Такой Текст Ой Что ты Все согрешили Начиная От Патриарха Алексия Естественно Кирилла Значит Все согрешили Поэтому У нас Пандемия Пандемия То есть Она Скидывая Вот это Все И осуждая Всех Подряд Не согрешает Это для нее Чистое Делание Такое Не это Как будто Не согрешает Дорогие Здесь Нужно Смотреть Только на Себя Вот во всем Этом промысле Ты можешь Участвовать И ты будешь Подвержен Воздействию Всех Всех Этих Бед Только В том Случа Если Сам Подпадаешь Под промысел Божий И Сам Согрешал И не Покаялся И не Покаялся Поэтому Смотрите На себя На себя Не На окружающих Не на Президента Не на Каких-то Правителей Там У них Свои грехи У них Свои Проблемы И у них Своё И наказание А вы Смотрите На себя Потому что Промысел Божий И на вас Есть Здоровья Вам всем Радости Дай Бог Чтобы у нас Мы не видели Эти войны И Чтобы ушла Эта пандемия И я думаю Что абсолютно Права У меня Дочь Которая Говорит Главное Не бояться Главное Не бояться Давайте Не будем Бояться Здоровья Всем Радости Аминь Редактор субтитров Продолжение следует...